Здравствуйте, дорогие друзья! Вот ученые Сиракузского университета из Нью-Йорка, они сделали исследование и определили, что от любви женщины становятся умнее, а мужчины становятся глупее. Потому что мужчина, когда он смотрит на красивую женщину, это наша природа, тут нечего стесняться и вообще не быть ханжой, значит, он смотрит на красивую женщину, он теряет мозги. Да, вот тут провели математические исследования, то есть простые формулы какие-то, простые упражнения. Женщины их щелкали, а мужчины сидели раскрыли. Да, и смотрели на женщину, да? Да, но условие было такое, что брали влюбленные пары. Вот это важное условие было этого исследования. Ну, это я уже не знаю, влюбленные или нет. Дело в том, что гены работают, гормоны работают, и ничего уже не сделаешь. Это у мужчин. То есть мужчина смотрит на красоту, а женщина смотрит на разум, на ум. Мужчина смотрит на чисто внешнее, плотское, и это его притягивает, это его заманивает, он ничего другого не ждет. Глупеет. Он под этой плотью ожидает встретить дурочку, ничего ему больше не надо. Главное, чтобы она была по его вкусу красивой. Да? Все. А женщина нет. Она не смотрит на мужчину по красоте, она смотрит по его, или по карману, или по уму. То есть, в принципе, это не имеет отношения к внешности мужчины. И поэтому внешность мужчины на нее не влияет. Женщина, оказывается, более внутренней. Конечно. Она привыкает к любому мужчине, согласно своей природе. А мужчина нет. Он все время должен прыгать с другой... С ветки на ветку. Да, потому что он охотник по своему внутреннему строению. А женщина? А женщина, она... Хозяйка. Да, она хозяйка, у нее дом, устой и все прочее. Она должна рожать детей, она должна стеречь и домашний огонь, отчаяк, семью и так далее. То есть, совершенно разные посылы есть. Разные основы внутренние у мужчины и у женщины. Поэтому сравнивать их совершенно нельзя. То есть, это открытие и не открытие? Какое там открытие? Это было известно нашим далеким предкам уже десятки тысяч лет назад. Аврааму и Саре, это уже было известно. Это просто мы прошли период, когда мы пришли к какому-то унисексу, когда мы перестали понимать вообще разницу мужчины и женщин. Поглупели настолько. А сейчас мы как бы возвращаемся, снова и обнаружим, ой, смотрите, кто мы такие. Действительно, 3800 лет назад сказали, слушай, что говорит тебе Сара, да? Да. А вот любовь с точки зрения каббалистической, что это такое? Нет, с точки зрения каббалистической, это совсем другое дело. Любовью называется с точки зрения каббалы, это взаимное дополнение друг друга, которое строится долгое время осознанно обоими над всякими проблемами и их правильным решением. К этому надо обучать, к этому надо стремиться. Я надеюсь, что следующее поколение уже через одно, по крайней мере, оно будет к этому уже готово. И в нем уже тогда нет ни умных, ни глупых, да? Тогда люди начнут понимать, как строить отношения между собой, которые называются любовь. Когда они будут равны. Да, и тогда это не будет зависеть ни от чего. Они будут себя программировать изнутри на взаимное правильное сочетание. Спасибо.